Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел очень интересный вопрос. Уже несколько лет занимаюсь бодибилдингом. «Недавно пришел к вере. Не грешно ли так увлекаться красотой своего тела?» Надо подумать, потому что в Новом Завете однозначного ответа нет. Ну, как и нет огромного количества ответов на вызовы современности. Надо плавать в Евангелии, надо проникнуться его духом, чтобы понять, соответствует наш ответ. На вызовы современности Евангелию, Духу Христову или не соответствует. И вот первые евангельские цитаты, которые приходят на ум, звучат следующим образом. Первая принадлежит апостолу Павлу. Очень коротенькая. «Облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попеченье о плоти не превращайте в похоть». И вторая принадлежит Ему же. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» А с другой стороны, давайте посмотрим вообще на историческую ситуацию. Вообще на мир, в котором возник Ветхий Новый Завет. В то время выжить человеку, который не состоит из груды мышц, это практически невозможно. Постоянно одно племя нападало на другое. На победителей нападало третье. Все мужчины брались за оружие и шли воевать. Ну, не всегда. В некоторых государствах, в городах-полисах были специально обучены воины, пекари, врачи, хлебопашцы. Они меч и щит в руки не брали. Потому что один обученный воин стоит сотни, взявших впервые в руки меч крестьян. Была и такая традиция. Но, тем не менее, никто не жил на Бали, сдавая московскую квартиру, иерусалимский домик в аренду. Никто не зарабатывал на крипте, на инвестициях, не майнил, не программировал. Не сидели в кресле с дрябленьким тельцем, ожидая, когда на карточку придет аванс, а потом и получка. Народ отработал, трудился в поте лица своего. Что его не убивало, делало только сильнее. И слабеньких не было в древнем мире. Но как они становились крепкими и сильными людьми? На поле, в каменоломне, на строительстве, в лесу, в бою. Не в фитнес-залах, не в качалках, а в быту. Крепкие, мощные люди. Ну, а сейчас что? Изменилась эпоха. Приходится тем, кто хочет заботиться о здоровье, топать в качалке. Или заниматься любым видом спорта, который держит твое тело в тонусе. У священников на это мало времени, потому что мы служим, а не работаем. И 2-4 часа в сутки себе не принадлежим. И то, знаете, знаю несколько батюшек, которые, даже не нескольких, достаточное количество. Но, как правило, это священники крупных городов, которые тоже ходят и подкачиваются. И ничего предусудительного в этом на самом деле нет. В здоровом деле здоровый дух, в принципе. Хотя пословица такая специфическая. Если до конца дочитать и контекст понять, то она является в каком-то смысле полной своей противоположностью. Полной противоположностью тому смыслу, в который мы вкладываем в нее сегодня. Но для современного христианина грех ли иметь накачанную, мускулистую фигуру? Нет. Работай интеллектуальным трудом и давай сгоняй жирок на беговой дорожке. Желе закачай. Бегомарафоны. В теннис играй. Ну, в общем, развивайся. Что же делать бодибилдерам? Вот тем, кто конкретно скачает свое тело для того, чтобы красоваться на подиуме. Прикрепляют к трусам номерочек и там так повернутся, так повернутся. Тут такую мышцу покажут, такую мышцу покажут. Ну, что-то я вот в некотором сомнении нахожусь относительно правильности именно такого метода укропнения своего тела. Красота ради красоты? Ну, сомнительно, добродетель. Мышцы нужны, но не вот такие, которые там с размером с голову. Понятно, все это ж накачивается не просто на турничке. Особое специальное питание, специальные таблеточки, а то там и уколчики. Все это прекрасно знаем. Оно не растет, как на дрожжах, если ты будешь 40 тысяч раз потягиваться в течение суток. Нет. Надо специальные микроэлементы, специальные витаминчики, специальное питание спортивное. И только тогда оно будет расти. А перестанешь питаться, оно все превратится в салка. Понимаю, есть определенное такое удовольствие от этого накачивания этих мышц. Плюс еще удовольствие от тщеславия. Что вот я не то, что другие, я не фунт изюма, не семьяк, а же прочие человецы. Плюс аплодисменты, рукоплескания, девушки на тебя заглядываются. Знаете, как-то мне кажется это неправильным. Немножко меня это смущает. Наверное, не стоит мужчинам оголяться, телом своим хвалиться. Побереги его для законной супруги. Ну, тут какие-нибудь фотомодели сейчас возмутятся. А как же теперь в клипах Моргенштерна буду сниматься? Батюшка запретил. Ну, знаете, мне кажется, твое христианское мировоззрение не сильно коррелируется с съемками в сомнительных с точки зрения нравственности клипах. Поэтому, наверное, здоровьем следи. С анаболиков своих слезай. Будешь просто хорошим, крепким, сильным парнем. Не будешь, не попадешь на обложку журналов. Возможно. Просто будешь тренером, допустим. С нормальной мышечной массой. Труксах щеголять по подиуму не будешь. И не надо на тебя. Кажется, на мой взгляд, это было бы правильным решением. С духовной точки зрения. С точки зрения библейских смыслов. Если у вас есть какое-то другое мнение, можете меня поправить или совершенно опровергнуть мои слова. Пишите в комментариях. Почитаем, подумаем. Продолжение следует...